привет друзья еще один кайзер на обзоре в данном случае это у нас кайзер гемини но на удивление в этот раз он без косяков то есть он ровный клиент нормально фрезерованный в общем-то косяков у нем нет хотя люди уже писали что и гемини им пришел тоже с кривым клинком но этот я брал срок человека у проверил то есть он уже поюзал его и я знал что это мысли его не купила поменялся и но человек уже говорил проверил вы говорите что косяков нет поэтому в общем в данном случае я был застрахован так значит мне нравилась форма я ожидал опять я попался на эту китайскую удочку а именно есть такой эффект китайские руки когда китайцы очень маленькие руки но при этом они взрослые и когда он берет в руки ножик кажется что он большой полноразмер нож то есть вот этот нож мне казался размером с крысу а по факту как видите это нож это ножичек это маленький ножичек вот но это отступление в общем он оказался меньше я планировал в остальном в общем-то я к нему придираться и не буду в общем-то ничего плохого в нем нет разве что вот клипсы клипсе мы вернемся давайте я его перетащил уже потому что он был плохо заточен как бы вообще был ни о чем грубая текстура китайская видите здесь уже подтерлась она то есть человек на поносилу на кармане она так вот такая подстерлась немножко облегчение у нас так что у нас здесь керамический шарик керамик у нас в осилом тоненький клиночек подшипники значит из недостатков сразу скажу из недостатков кроме того что он оказался меньше чем я планировал но это не недостатка эта особенность а у него недостатка это клипса а именно фрезеровка под клипсы вот видите то есть у него фрезеровка вот это острое место прям под клипсы тоже раз 10 одеть на карман и нож просто уничтожить карман то есть это он просто так безжалостно его разрывает это очень неприятно значит в остальном принципе хороший но дорогой конечно там продается в районе 60 долларов мне кажется мне стоит своих денег ну плюс не стоит забывать что с кайзерами рулетка кайзеров это уже достаточно опасно потому что может прийти просто нож с кривым клинку так я хотел бы сравнить его также с дочкой кайзер тангравом санта фе который действительно просто суперский нож в данном случае мы имеем тот же формат но формате кайзера и здесь вот я почему его достал потому что на санта фе сделана очень крутая клипса она мягкая нормальная фрезеровка средний вот этот текстурирование и она средней жесткости нормально здесь у нас крупная текстура пропилы и принципе она пожестче результате она разрывает штаны и не прячет его целиком хотя казах хотя казалось бы вот они два винта и здесь два винта вот мы спрячет его он же маленький нож это не гигант какой-то ладно значит флип у него такой вот такой вот ну собственно говоря ну такой посредственный им флипануть ничего не стоит так привыкнуть надо умело и утолкнуть но именно толкнуть то есть него на толкнуть а не нажать датант у него слабый если вы просто нажмете вот так то он просто не откроется потому что коленочек тоненький легкий ему просто не хватит инерции железка вага 10 ведь же 10 вот значит так давайте пройдемся по ттх еще раз ну давайте его сравним с сантафе еще раз в принципе вот этот аналогичные ножи сантафе более удачный на нем стоит 440 сио кута здесь стоит вг-10 я считаю в принципе плюс-минус одно и то же это очень тоненько сведенный то что они к сведению в общем они нам 1 идентичный нож и я не кажется сантафе более удачный вариант так значит нож и ножички ручки маленький нож большой так давайте сантафе тогда тоже пройдемся рабочего будет у нас поменьше чем сантафе ручка тоже чуть поменьше чем сантафе так относительно крысы на рабочую власть у нас тоже меньше ручка тут уже на два сантиметра меньше то есть вообще вот так приложить смотреть это будет просто давид и голиаф ну то есть он заметно больше чем-то сантиметр так значит 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 весит он 101 грамм 100 грамм очень хорошо значит три миллиметра у нас толщина обуха хорошо сведения я намерен 05 и 06 на кончике то есть нормальное сведение что принципе для кайзера тоже этим грешили но возможно это все как раз потому что она ли продается много отбраковки так ну в общем вот такой вот ножик давайте еще раз пройдусь по нему полированный принципе такой что может блестящий зеркальный хороший вот же есть не очень скажем так спейсер синий клипсу надо будет заменять я уже подобрал глубокой посадки как раз вот на эти два винта вот на этот и на этот садится клипс с красного дракона отлично к сожалению их больше нет на красном драконе поэтому не спрашивать меня где купить и и просто сейчас я уже не знаю где вроде ну так он в руке сидит скажем так не очень уверенно кажется что чуть-чуть выпадает кстати к слову он как раз сидит у меня очень уверенно то есть вот здесь вот такое углубление и прям вот я вы чувствуешь это прям влег руку вижу у нас он еще клипса на веке она немножко его сдвигает то есть получается что у меня чуть-чуть вываливается из руки то есть ищите его не хватает но я думаю что это может исправиться когда я поставлю клипсу более глубокую и у меня рука будет более ну так она чуть-чуть пошире будет и и клипса вот пошире немножко раздует ручку может и будет получше но для меня немножко нам маловато так ну ладно давайте поедем по строкам посмотрим так скажем на что он способен так давайте посмотрим что тут у нас внутри в принципе тут ничего все банально но раз уж интерес есть разбирается восьмеркой я так не помню разбирали или нет по-моему я его разбирал уже но о как не хочет он раскручиваться с той стороны фиксатор застыл скрутился с другой так у нас развалится керамические подшипники черная обоина прокатка она все стандартно как я и говорил вы видели у нас тоже керамический шарик полная втулка ну вот не раскручивается у меня почему-то я честно говоря даже не хочу его раскручивать а нет раскручивать а вот собственно все больше ничего интересного и нет как полагается даже грязи нет особенно по-моему я его не раскручивал втулки у нас с ограничителем можно собрать без втулок но будет немножко играть поэтому лучше пейсер все-таки на поставить на место а ну что так будет у меня как получится Субтитры создавал DimaTorzok 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 Не могу его схватить как следует... Ну так застрогать можно конечно, но без удовольствия Субтитры создавал DimaTorzok Ну, пожалуй, хватит. Честно говоря, мне не нравится как режет... Ну, сами смотрите... Мне вот в руке не нравится, но как-то он... Не могу я так нормально схватиться, чтобы... Клинок такой тоненький, по идее, должен хорошо заходить... Ну, вот... Я что-то не чувствую эту... Вращак и переточен... Ну, а вот прям вот... От души так... Урезаться... Я не чувствую, что... Это супер прям удобно... Хотя у меня, в общем-то, маленькая рука и вроде он должен быть удобный... Ну, ладно, в общем, смотрите сами... На мой взгляд... Вот силовой строгание не для него... Такая игрушка DC... Маленький очень... Вот, ладно, смотрите сами... Потому что... Надеюсь, вы смогли сложить мнение... Насколько это возможно... Об этой игрушке...